Я хотела бы рассказать об этой картине «Понараму Нью-Йорка». Это тоже вышивка бисером. Это была одна из моих первых бисерных картин. Мне она очень нравится. Я, правда, еще раньше собиралась ее заснять, переделать мои старые видеоролики об этой картине, потому что тогда она была с музыкой, а мне больше эта музыка не нравится. Я хотела бы лично рассказать о том, какая была идея в этой картине. Я думаю, что это будет более приятно слышать, чем музыка, которая стандартная и довольно-таки однотипная, которая там была, такая маленькая легкая мелодия. А эта картина посвящалась «Понараму Нью-Йорка», когда там еще были эти два дома, которые в 2001-м грохнулись. А о том, каким образом они грохнулись и почему у меня отдельная история, ну, я вот вышивала, потому что маме этот город больше всего нравится, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Но Сан-Франциско – это будет один из следующих проектов. «Понараму Нью-Йорка» я подарила маме, потому что ей очень нравится этот город. Я понимаю, заказано подобные картины с панорамами любых городов, кроме Москвы и, так называемых, это раньше был Ленинград, сейчас он войдет в Санкт-Петербург, но вот эти два города, которые я бы не хотела изображать, а все остальные – это было бы просто здорово. Это панорама Нью-Йорка, я вышивала бисером, это вот самая обыкновенная техника, просто ровная линейная заливка, так называется, вот это. Здесь ровная линейная заливка бисером с поворотом. Что самое интересное, когда делаешь поворот, надо делать, что вот эти бисерины длинные идут одного размера, при повороте надо взять несколько более маленького размера, и они иногда идут в накладку один над другим, ну, чтобы поворот легче было изобразить. Что такая надпись, когда она делается из таких вот элементов гладеньких, тогда здесь очень важны детали разворота, чтобы не были корявыми. Вот здесь вот сейчас идет, это надпись «The Big Apple», это, потому что Нью-Йорк – это город яблок, там действительно, когда я там была, я была там несколько раз, действительно в Нью-Йорке очень много яблок. И, причем, я не обращаю внимание на цены, может быть, там цены на яблоки немножко и лучше, но что касается яблок, яблоки в Нью-Йорке действительно очень хорошего сорта и о такой разнообразии, как я больше нигде ни в одной поездке по миру не видела. Действительно, в Нью-Йорке яблок больше всего, самые разнообразные сорта. Это таких вот малюсеньких, вот таких вот, органик, там действительно есть вот такие, они как нормальный грейпфрут. Яблоки в Нью-Йорке просто бесподобные, это действительно город яблок. Вот, а то, что, главное, это небо, звезды, ну, здесь серебряные звезды, ну, здесь их должны быть 11, потому что Нью-Йорк – это 11 штат, но я потом подробно расскажу об истории штатов, это действительно огромная тема, которая очень интересна. А эта картина, я бы посвящала эту картину Нью-Йорку, потому что Нью-Йорк – это был в числе первых 13 штатов, с которых началась история Америки, вот, и здесь 11 звезд, поэтому серебристых, покрашенных серебряный цвет, потому что золотой штат – это Калифорния, а серебряный – это было начало. Начинается все с серебра, ну, серебро – это больше, как элемент, который дающий здоровье очищение, дает, действительно, воду чистить, и как это элемент молодости. И поэтому моя идея была показать, что Нью-Йорк – это вечно молодой город, и поэтому моя идея – серебра. Потому что Калифорния – штат золотой, а тогда Калифорния, когда вот история Америки началась, Калифорния еще не была в составе штатов, поэтому Калифорнии золотой здесь нет, а рамочка уже золотая, потому что я живу в Калифорнии, и мне это очень нравится. И к тому же еще и моя фамилия – Гоуберг, поэтому раму я сделала золотую, хоть даже говорят, она немножко не подходит. А мне не важно, что они говорят. Для меня мнение меня и моей мамы всегда важнее всего, а мнение критиков, когда они чем-то недовольны, меня вообще не интересует. Я так считаю, если кто-то критикует и говорит гадости, он просто завидует, и поэтому я стараюсь всегда критиков игнорить. Потому что мне нравится, когда говорят комплименты, я, конечно же, в ответ желаю также всего наилучшего того, кто говорит комплимент. И поэтому добро на добро получается больше добра. А если в этом мире будет больше добра, мир будет прекраснее. Вот эта картина посвящалась Нью-Йорку. Я надеюсь, что этот рассказ всем нравится, и я желаю всем моим зрителям того, что они желают мне. С наилучшие пожеланиями.